Всем привет! Друзья мои, я очень сильно извиняюсь за то, что немного пропала, но когда начинаю рукодельничать, все, я забываю обо всем на свете и не забываю, вернее, не замечаю, как быстро летит время. Особенно, когда еще нельзя показывать то, что делаешь, это вообще ужас, но еще недельку и дальше все уже будет можно, буду показывать. Итак, очень-очень много вопросов, особенно вы часто спрашиваете о педилантусе, я его давно не показывала и очень много людей спрашивали, как он после обрезки. Некоторые относительно недавно попали на то видео, когда я его обрезала и переживают, как можно было такой большой цветок обрезать. Друзья мои, пожалуйста, не бойтесь обрезать цветы, тем более педилантус, это настолько неприхотливый, настолько прекрасно кустящийся, укореняющийся и так далее. Сейчас вы видите, я отошла максимально далеко, дальше не получается, все равно не могу захватить его сразу в полный рост. По-моему, он сейчас выглядит очень даже неплохо, но так как по видео не всегда возможно понять размеры, измерила горшок, высота 15 см, диаметр 18 см. Ну, это чтобы можно было более-менее реально представить его размеры. Ну, не маленький такой горшочек. Листики, да тоже не маленькие, сейчас мы пойдем купаться, вот я его только сняла с окна, решила показать вам, и теперь уже пойдем в душ. Так, где мы там обрезались? Ага, вот, если, конечно, занырнуть внутрь, вон там видны пенечки. Результат обрезки, ну, а основной, вернее, следы, следы преступления, когда я его обрезала. Ну, а все остальное, вот, вы можете видеть, по-моему, по-моему, он выглядит очень даже неплохо и жизнерадостно. Поэтому не сомневайтесь, не смущайтесь. Да, спрашивали, почему я обрезала, как я могла так поступить? Ну, первая причина того, почему я так поступила, это то, что он стал падать. Очень был высокий, уже под собственным весом. Случайно, проходя мимо, могли задеть, на окнах он не помещался, и он падал. Но, несмотря ни на какие опоры, но согласитесь, когда цветок постоянно летает, это как-то, как-то не сильно вдохновляет. И я его обрезала. Да, и еще верхние веточки, так как я его поставила на пол, ну, немножечко тогда, тогда, что-то сегодня слишком часто повторяю тогда, немножечко видно было мало света, или не знаю, почему верхние веточки стали тоненькие. Нет, с этими сейчас все в порядке. И, в общем, я посмотрела, посмотрела на это безобразие и сделала так, чик, и все. Ну, и результат этого самого чика можно увидеть большой, пушистый и красивый. Так что не сомневайтесь, не бойтесь, все будет хорошо. Главное, не забывайте поливать, ну, и подкармливать. Поливать, потому что это водохлеб еще тот, пить очень любит. Ну, конечно, не заливать. Только после того, как просох, дали попить. Причем так хорошо дали. Опять, очень-очень многие спрашивают, как часто, через сколько дней. Я не засекала. И ничего вам не скажу на тему, через сколько дней. С нашими батареями можно поливать несколько раз в день. У нас по-прежнему очень и очень жарко, несмотря на то, что на улице вчера был вообще мороз. Ну, и сейчас вставлю маленький кусочек. Тоже очень много вопросов, хотя и не относящихся к педилантусам. Очень многие спрашивают, не выведена ли у меня на балкон батарея. Нет. Если там будет еще и батарея, я точно не помещусь. Сейчас сняла маленький кусочек, сейчас вставлю его в видео, и вы сами все поймете. Так, смотрим. Я не очень вижу, думаю, вы увидите лучше. То ли 33,5, по-моему. Ой, как сильно ярко. И теперь смотрим, какое число, чтобы я никого тихо не обманывала. Так, вот 14 ноября. И вот 13,25. То есть половина второго на улице сейчас дает плюс один. Нарисовано облачко. Ну, понятно, что никакого облачка, по-моему, нет. И очень-очень многие спрашивают, не выведена ли у меня на балкон батарея. Нет, если бы я что и выводила, то не батарею, а кондиционер. Потому что это... Ой, ну вы видите, это очень тепло. Конечно, это только в солнечные дни. Но, в принципе, когда на улице холодно, например, сегодня рано утром, где-то в полседьмого на балконе было плюс 18. Нормально, вполне нормально для цветов. Да и для меня, по-моему. Ну, в общем, примерно такая ситуация. В принципе, несколько дней назад еще сняла маленький кусочек именно на балконе. Но я думала, один-два дня прошли. Оказывается, немножечко больше. Но вы просили, поэтому сделаю отдельное видео. Там буквально пару минут, как и что. Ну, а на этом на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю всем только прекрасного настроения и, конечно же, здоровья вашим зеленым друзьям. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!